МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире обзор прессы в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. О Карелии пишет Форбс. Высказывание министра экономического развития о потенциале нашей республики оказалось достойно именитого издания. Валентин Чмиль заявил, что готов заняться проституцией, только бы спасти бюджет Карелии. Я готов заняться проституцией, чем угодно, лишь бы наполнять бюджет республики. Как министр экономики могу сказать, ну неинтересна республика Карелия сегодня никому. Она всегда была датируемым, поддерживаемым социалистическим анклавом. Экономически это невыгоднейшая территория. После таких откровенных заявлений комментарии не требуются. Впрочем, это еще не все. Мы ездим и целуем в одно место кого угодно и как угодно. Только приходите и создавайте рабочие места. Эти слова были сказаны министрам во время обсуждения ситуации на Кондопорском ЦБК. Как известно, кризис на градообразующем предприятии близится к кульминации. Органы власти пытаются не довести ситуацию до критической точки. В частности, идут поиски инвестора. В прессе даже появилось имя возможного кандидата на это звание. Бизнесмен Альберт Лорицкий якобы разработал для комбината некий инвестиционный проект. По версии прессы, фамилия этого бизнесмена овеяна скандалами. В частности, с фигурой бизнесмена Лорицкого якобы связывают истории банкротств и рейдерских захватов предприятий. Чиновники правительства не скрывают, с предполагаемым инвестором было несколько встреч. Официально имена новых инвесторов ЦБК не прозвучали. Существует информация, что рассматриваются кандидатуры пяти потенциальных инвесторов. Накануне были проверены финансовые потоки внутри Кондопорского ЦБК. По словам министра экономического развития, ничего противозаконного найти не удалось. Давайте я скажу правду. На самом деле, ровно два месяца назад мы поручили одной структуре проверить все финансовые потоки данного предприятия. Структура очень серьезная. Она нашла все счета, все, что надо. Но, к сожалению, ничего такого, что позволило бы кого-то взять за мягкое место, не было. Как заявил глава Карелии Александр Худилайнин, было принято решение о подаче заявления о процедуре финансового оздоровления предприятия. Заявление поступило в арбитражный суд. У комбината накопилось долгов более чем на 12 миллиардов рублей. И большая часть из них – это долги перед банками. В долг предприятию уже не дают. По аудиторской оценке, Кондопорского ЦБК относится к 24-й группе риска из 30 существующих. Процедура финансового оздоровления позволит заморозить выплаты процентов по кредитам. При этом, согласно законодательству, она не может длиться дольше 7 месяцев. За это время комбинат должен найти деньги. Кондопога вновь под пристальным вниманием силовиков. Лично министр внутренних дел Карелии Василий Кукушкин заявил на недавней коллегии МВД, что в городе Бумажников ситуация напряженная и, цитата, «надо готовиться к самому худшему». Министр МВД, по сути, приводит в боевую готовность свой личный состав. Социально-политическая ситуация в Кондопоге теряет стабильность. И поэтому карельские полицейские готовятся к акциям гражданского протеста. И не скрывают этого. Надо готовиться к самому худшему. Поэтому надо проводить работу с личным составом. Тренироваться, тренироваться и тренироваться. Чтобы не повторилось тех событий, которые там были. Решения должны быть быстрые и решительные. В противном случае мы опять прогремим на всю Россию. О том, что Кондопога попала под пристальный взгляд людей в погонах, накануне заявил и министр экономического развития Валентин Чмель. Все силовые структуры ориентированы на ваш город. Это я очень прошу довести до сведений работников, в частности, до особых энтузиастов. Экстремизм – это уголовно наказуемые деяния. Призывы ко всему, к чему не надо, они немножко неправильны. Если у профсоюзов есть права, как у защитников своих работников, давайте их реализовывать правильно и красиво. А карельские сыщики пообещали принимать Кондопожан вне очереди. Руководство Следственного комитета лично примет жителей Кондопожского района. Если те что-нибудь поведают о совершенных или готовящихся преступлениях, о противоправных действиях, либо бездействии следователей, или о коррупции в районе. За Кондопогой внимательно наблюдают. Карельские журналисты закрыли на Двоицкий алюминиевый завод, опубликовав новость с заголовком «На Двоицкий алюминиевый завод закрывается». Якобы правительство России согласовало закрытие одного из крупнейших в Карелии промышленных предприятий. Новость бросились опровергать чиновники. По информации сайта вести.карелия.ру, телеграмма о закрытии предприятия поступила в Республиканское министерство экономического развития. Якобы визу под документом поставил вице-премьер России Аркадий Дворкович. Информацию о конце истории на Двоицкого предприятия тут же опровергает первый зам главы Карелии Олег Громов, сообщив, что, цитата, пока вопрос о закрытии завода не стоит. При этом чиновник не стал скрывать, что сейчас на предприятии действительно непростая финансово-экономическая ситуация. На Двоицкий завод не закрывают. На заводе действительно сложная финансово-экономическая ситуация. Связана она с объективными причинами. Нас на сегодняшний день работает. Производство не остановилось. Работает, конечно, не на полную мощность. Сокращение объемов произошло в августе. На тех же параметрах он и работает. Завод работает не на полную мощность, но вроде как пока работает. Один из жителей Карелии, Михаил Мешков вышел на прямую связь с вице-премьером страны Аркадием Дворковичем через твиттер и задал ему вопрос о закрытии комбината. Ответ федерального чиновника таков. Он может быть закрыт, только если будет создано достаточное число новых рабочих мест. Если на Двоицкий завод в прессе закрыли по ошибке, то с Гоголевским мостом никаких ошибок допущено не было. В полночь 18 января произошло историческое событие местного масштаба. Гоголевский мост закрыли для проезда транспорта по решению суда. Транспортная артерия перекрыта. Все автомобилисты в объезд. Туда же скорая и пожарные. По мосту можно прогуляться только лишь пешком. Перед мостом появились запрещающие знаки. Путепровод отгорожен металлическим ограждением. Город ждет транспортных пробок. К примеру, жителям Древлянки придется ставить будильник на час раньше, иначе с микрорайона не выбраться. Есть информация и о том, что из-за перекрытия моста будут опаздывать пригородные автобусы. Что касается городских рейсов, изменены пути шести автобусных маршрутов. По самым оптимистичным прогнозам, мост закрыли минимум на два года. Согласно решению суда, путепровод находится в аварийном состоянии и опасен для передвижения транспорта. Жители Карелии потратили в Йоэнсу более 13 миллионов евро. По итогам 2012 года в Йоэнсу продажи по системе Tax Free составили более 13 миллионов евро. В Котке более 12 миллионов. Россияне совершают около 90% из всех покупок. Второй крупной группой покупателей являются туристы из Китая. Доля россиян, приезжающих в Суоми специально на шоппинг, в принципе увеличивается. В основном жители Карелии приезжают отовариваться в Йоэнсу. Среди наиболее популярных среди россиян покупок – рыба, чай, кофе, сыр, детская еда, масло, а также обувь и одежда. Экс-президент Финляндии получила обещанный подарок от премьер-министра России Дмитрий Медведев подарил Тарье Халанин – кошку. Как назвать питомца, объявили конкурс. Один из вариантов имени кошечки – Карелия. Вариант оказался непроходным. Кошку назвали прозаичнее. Когда российский премьер-министр пообещал подарить финской стороне кошку, в финской же прессе объявили конкурс. Котенку придумывали кличку. Среди предложенных вариантов фигурировало также имя Карелия. Но хозяйка животного, экс-президент Финляндии Тарья Халанин, назвала кошку Мэгги. Мэгги родилась 4 августа минувшего года. До Хельсинки кошка доехала на поезде из Москвы. Обошлось без происшествий. Тарья Халанин за последний год лишилась обеих своих кошек. Подарить котенка экс-президенту Дмитрий Медведев пообещал в ходе осеннего визита в Суоми. И сдержал обещание. В эфире был обзор прессы. До новых встреч на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова